Всем доброго дня и хорошего настроения. Сегодня наш рабочий день. Мы начинаем с жилого комплекса «Фрукты». Хороший вопрос. Многие задают, за что здесь люди платят такие огромные деньги по 500 тысяч за квадратный метр? Ребят, посмотрите, сколько здесь парковочных мест. И это мы только в одной из частей корпуса, который находится на такой огромной большой придомовой территории. Здесь сделали ландшафтный дизайн, посадили деревья. Здесь хорошие спортивные детские площадки. Я думаю, что здесь, я надеюсь, что здесь хватит парковочных мест, потому что там еще огромная территория. За вот этими домами огромная территория, на которой будут вот такие вот свободные парковочные места. Я, если честно, сам мучаюсь в жилом комплексе «Адлер» в поисках парковки. Хорошо, что у меня рабочий день где-то заканчивается не после 8 часов, тогда я могу спокойненько поставить. Но в большинстве случаев наши соседи, они мучаются. Поэтому уже многие говорят, если вы покупаете дом, квартиру, вернее, в Сочи, то имейте в виду, парковка – это одна из больших проблем. Где, либо нужно покупать парковочное место, либо вот такую большую придомовую территорию. Поэтому за это люди и платили именно по ФЗ-214. Покупали вот такие вот квартиры с хорошей широкой большой придомовой территорией. И теперь будут наслаждаться тем, что они приезжают в закрытую придомовую территорию и уже, так сказать, не переживают. Ну а здесь у нас производятся ремонты, в которых мы успешно продвигаемся и, конечно же, показываем нашим зрителям. Если у вас есть квартира, в которой нужно сделать здесь ремонт, то, пожалуйста, обращайтесь. Цена чернового ремонта у нас здесь отличается, потому что здесь уже застройщик сделал стяжку пола и сделал монтаж отопления. Поэтому 14 тысяч за квадратный метр, включая все материалы, в этом комплексе мы делаем черновой ремонт. Пойдемте дальше. Так, смотрите, мы заходим с вами в корпус, какая здесь отделка внутренней подъезда. Вот такие вот ящики и два лифта. Так, поднялись мы в 260-ю квартиру на третьем этаже. Здесь у нас производится чистовой ремонт. Потолки я уже здесь показывал, какие красивые, интересные. На полу у нас керамогранит. Здесь у нас получается вот такой тоже широкий формат. Смотрите, какую подсветку выбрал заказчик, очень даже неплохую. В общем, вот посмотрите, какой большой керамогранит. Вот эта работа более сложная, чем обычная. Унитаз уже усыновили, душевой поддон сделали строительного исполнения. Вот, в общем, сантехническая вся разводка у нас есть. Потихонечку все устанавливаем. Работы здесь ведутся. На сегодняшний день у нас было сделано напольное покрытие. Это у нас ламинат вот в этой части. Тоже багеты у нас здесь уже сделали под потолок. Вот здесь вот гардины будет с подсветкой. Вот обратите внимание, какая придомовая территория, которую я вам в видео начинал говорить. И дальше мы проходим с вами в кухню-гостиную. Вот такую вот тоже. Здесь у нас керамогранит по полу вот в этой части. Здесь кухонный гарнитур. Также здесь кухонный фартук. И здесь вот ламинат. Постелили на пол. Сейчас, как вы видите, идут малярные работы. То есть клеят вот такую вот красоту. Такие вот обои. Здесь немножко другого цвета. Вот буквально сейчас пару-тройку дней и готовы будут все нас обои. Вот такие изменения на данной квартире. Конечно же, мы вам покажем полностью дизайнерский проект, который мы воплощаем именно в этой квартире. Так, поднялись мы на седьмой этаж. Следующая у нас квартира в чистовом ремонте. 228. Тут у нас уже приступили к поклейке обоев. Вот если вы, ребята, убираете покраску или обои, вот на первый взгляд я вам скажу, это обои не дешевые. Стоят они 6200 рублей за рулон. Выглядят они вот ничем не отличаясь от покраски. Только покраска стоит, конечно, в несколько раз дороже, чем сделать, поклеить обои и подготовить. На полу у нас в этой однокомнатной квартире ламинат. Здесь у нас уже кафельные работы сделаны. Нужно будет установить до конца сантехнику. Это у нас кухня. Фартук также мы уже уложили. Трасса кондиционера. Вы можете видеть, как будто вот покраска. Реально ничем она не отличается. Поэтому порой я людей не понимаю, которые тратят бешеные деньги на покраску. Здесь коридор проходной. И в этой части будет, я так понимаю, шкаф-купе. Сама комната небольшая. Поэтому ее разделили зоной. Вот видите, здесь зона телевизора. Там балкон. Балкон тоже выходить не буду. Кондиционер будет установлен вот в этой части. Я так понимаю, здесь еще возможно будет какой-то, может быть, диванчик стоять. Потому что вот кровать в этой части поместилась по планировке заказчика. В общем, вот такая вот квартира. Сейчас клеят обои. Потом зайдут делать потолки. Мы, конечно, делаем... Сначала мы делаем багеты, потом клеим. Но это разницы особо нет. Поэтому вот пока есть материал, мы делаем обои. Как закончим квартиру, конечно, покажем вам полностью готовый вариант. Ну, а вы уже сейчас можете зайти на канал Master House и посмотреть готовые наши квартиры, которые мы уже сделали под ключ. Очень много их достаточно. Поэтому можете подобрать для себя, может быть, что-то интересное по цвету, по какой-нибудь дизайну и всему остальному. Поэтому подписывайтесь на наши оба канала и оставляйте комментарии. Вот также можете посмотреть с седьмого этажа, сколько количество парковочных мест. Наши местные застройщики здесь бы бахнули, ну, пару корпусов точно. Так, ну и пока мы едем обратно, многие у нас зрители, может быть, не знают о том, что у нас есть офис, еще один филиал, который расположен в Московской области, города Мытищи. И я показываю в сообществе видео, которые там публикует наш прораб Сергей. Вот сегодня есть что показать уже в окончательном, я бы сказал, варианте ремонта дизайнерской квартиры. Давайте посмотрим. Вот, однокомнатная квартира, интересная, которая расположена в Пушкино. И если вам нужен будет ремонт, то вы можете обращаться, там циферки на экране будут указаны. Всем доброе утро, дорогие друзья, с вами снова я, Сергей, на канале Мастер Хаус Мытищи. И сейчас я нахожусь в Новом Пушкино, где у нас была квартира. Сделана под ключ однокомнатная. Давайте сейчас поднимемся с вами на четвертый этаж, и я вам полностью покажу квартиру. С частично установленной даже мебелью, которую предоставляют нам наши компаньоны. И расскажу, какие были проделаны работы. Ну вот, мы поднялись, ребят, с вами на четвертый этаж. У нас квартира номер 217. Давайте начнем, наверное, с двери. Как вы видите, была замена входная дверь. Дверь у нас выглядит таким вот образом. Компаньон межкомнатных дверей. Это у нас коридор. Сейчас включим свет, чтобы было всем видно. Достаточно такой приличный большой коридор. Установлен кондиционер. Установлены натяжные, смонтированы натяжные потолки. Как видите, плинтуса. Также установили уже шкаф в прихожей. Пойдемте с вами в комнату пройдем. Комната, как видите, тоже полностью закончена. Также установлена мебель. В этом месте будет располагаться спальная зона. Здесь будет устанавливаться кровать. Здесь смонтирован парящий потолок. Как вы видите, разделена зона будет в дальнейшем дверями купе. Здесь нам останется только установить люстру. В этом помещении также парящий потолок. И дополнительно три светильника. На полу у нас кварц-винил. Вот такие вот красивые межкомнатные двери. Все работает, все закрывается. Посмотрим теперь кухню. На кухне нашими партнерами также была установлена уже кухня. Бытовая техника. Раковина. Также был приобретен холодильник. Останется его установить в нишу. И также установить фасад. Здесь у нас просто точечные светильники. Карниз скрытого монтажа. На полу также кварц-винил. Давайте теперь с вами пройдем на балкон. Как вы видите, балкон был сделан гороедом. Декоративной штукатуркой. На полу также кварц-винил. И натяжные потолки. Теперь самое красивое. Это ванная. Ванная в принципе тоже такая. Приличных размеров. Также установили стиральную машинку. Инсталляцию. Полотенцесушитель. Тумбочку, раковину. Зеркало. Душевую кабину. Изготовили душевой поддон с трапом. Установили тропический душ. Плитка у нас здесь метр двадцать на шестьдесят. Большого формата. Потолки также натяжные. В общем, дорогие друзья, эта квартира у нас была вообще абсолютно полностью пустая. Переделали часть перегородок. Штукатурили. Делали полностью электропроводку. Холодное, горячее водоснабжение системы канализации. Системы вентиляции. Системы вентиляции. Здесь квартира вся оклеена обоями. На полу везде кварцвенил. Ванную вы видели. Ванная плитка большого формата. Достаточно красивая. Сделали балкон. Полностью кухня. В общем, вся квартира под ключ. Также наши компаньоны, с которыми мы сотрудничаем, предоставляют вот такую вот мебель. Ну, наверное, дорогие друзья, на этом видео у меня сегодня заканчивается. Результат вы видите. Если кому-то нужен хороший качественный ремонт, обращайтесь к нам на фирму. Мы всегда вам рады будем помочь. Наша фирма называется Мастер Хаус. Мы располагаемся по адресу город Матища. Олимпийский проспект, строение 10, торговый центр Альта. Всем приятного просмотра, дорогие друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пока.